Утром, проснувшись, мы, играя с ребенком, услышали какой-то шорох во дворе. Подумали соседи. Потом услышали имена, которые говорят, ты сюда, ты туда. Муж подскочил, смотрит, говорит, пришли гости к нам. Я стала выбегать, одеваться. Слышу еще стучат в двери. Откройте, если через секунду не откройте, мы вам выломаем дверь. Тут я открыла им дверь, муж оделся, тоже следом вышел. И начали производить обыск. Буквально вот просто побежали все уже по местам, даже не согласия, ничего. В спальню начали все ковырять фонариками, за коврами, за полазами. Подняли кровать, отодвинули комоды. На лестничной площадке у нас начали вскрывать перила. Один пошел из них во дворе, погулял, погулял, нашел. Принес какую-то железку, мы потом смотрим. Детский стульчик поломал и вскрыл. Это вот потом буквально стульчик собираю, смотрю, нету этой палки. Это палка. Сломали стульчик. Детей попросили спрятать в одну комнату, чтобы они им не мешали криками, писками. Мы их завели в спальню. Дети начали, говорят, а на-ка, это сон, сон. Я говорю, нет, не сон, просыпаетесь. Я говорю, пришли. Мне очень тяжело было и до сих пор мне очень тяжело. Джемат меня очень поддерживает в эти дни. Нас не оставляют. Трудности, трудности, конечно, у меня муж постоянно возил детей, привозил. Для меня это очень сложно. В школу, со школы. Трудности, мне кажется, только сейчас начнутся. Муж у меня очень любит детей. Хобби его это дети. Он их каждый день всячески пытался развлечь, так как у него немало детей. Он каждый день на море, лес. Каждый день строил планы, куда с ними поехать. Любую свободную минутку посвящал своим детям. Постоянно на природе жарил шашлычки. Они вот тоже вчера говорили, кто нам будет готовить шашлыки. Очень в этом плане, конечно, мои дети были удовлетворены. У моего мужа было два образования. Одно педагогическое, второе экономическое. Он работал много лет в школе учителем физкультуры. Дети очень его любили. Муж выращивал цветы. Роза, гвоздика. Мы сжили за счет средств, которых сами заработали. Работали в теплицах. Сдавали цветы. Так нас и кормило. Сервер был очень отзывчивым, добрым, очень веселый. Очень эрудированный. Всегда был в хороших отношениях с соседями. Даже на обыске пришли соседи. Клиенты, которые брали у него цветы, приходили на рынок к родственникам и высказывали свое. Как так они могли? Что они, как бы сочувствие? Говорят, если надо, мы пойдем его там и защищать, и встанем. Муж мне во всем всегда помогал. Всегда забирал детей, когда я была немножко уставшая. Забирал сам, вот выгуливал на море, на природе. Купал всегда. Мы с проблемой столкнулись. Купание детей. Муж с рождения всех детей купал сам. И вот мы вчера первый раз попробовали, что это такое. В этом году у нас годовщина, 20-летие совместной жизни. И ровно в этот день силовики сделали нам хороший подарок. Забрали нашу бабашку, моего мужа. Младшему сыну нашему тоже, Ибрахимчику, в этот день ровно годик исполнился. В эти тяжелые, трудные для меня моменты я очень чувствую поддержку нашего народа. Если мы будем так же продолжать в том же духе объединяться, сочувствовать друг другу, помогать в такие трудные моменты, я думаю, Аллах нам поможет, чтобы наш народ был очень крепкий. Бабашка меня сильно любит. И меня возил всегда отчума и зубет. Бабашка нас каждый день возил на море, в лес. Я очень люблю Бабашку и скучаю при ней.